друзья привет с вами снова марк рыбак и видеоблог смена и вот я решил продолжить тему вскользь поднятую мной в предыдущем ролике и рассказать вам о том как нас обманывать дело в том что мы живем в мире обмана мы живем в мире маркетинга где в каждой сфере существуют определенные технологии как продать нам то что нам нафиг не нужно фотография не является исключением это большой рынок и маркетологи используют какие-то свои рычаги какие-то свои инструменты для того чтобы выудить из нас наши денежки да вот и в сфере фотографий таким вот у т.п. уникальным торговым предложением является количество мегапикселей да и сегодня вам объясню почему большое количество мегапикселей это в общем-то обман и так все мы с вами знаем что фотография это растровая графика то есть графика состоящая из точечек в цифровой фотографии из квадратиков то бишь из пикселей то есть чем больше у нас пикселей тем больше разрешение нашей картинки тем выше ее качество казалось бы все логично но существуют другие параметры которые очень серьезно влияют на качество итоговой картинки и эти параметры производителями целенаправленно либо не указываются вообще либо указываются в каких-то непонятных там величинах образно говоря мелким шрифтом да и сегодня я хочу поговорить про два такие параметры и первый параметр мы с вами рассмотрели в прошлом выпуске это разрешающая способность объектива мы с вами выяснили что даже дорогие профессиональные объективы имеют разрешающую способность соответствующую там 20-25 мегапикселям на полной матрице а то стекло которое вставляется в компакты за 200 долларов ну явно не соответствует подобному стандарту качества и неизвестно какая там вообще разрешающая способность скажите мне пожалуйста на хрена в такой камере вообще втыкать там матрицу там 18 20 мегапикселей то есть понятно что вот эта оптика никогда в жизни не разрешит вот это количество мегапикселей да и понятно что этот сенсор там ну совершенно не обязательно второй параметр не менее важный это физический размер матрицы от него напрямую очень серьезно зависит качество вашей картинки но мало кто задумывается при покупке фотоаппарата о том какого размера там матриц а сами производители указывают этот параметр в каких-то непонятных единицах в дюймах да еще и в дробях что совершенно непонятно потребителю особенно русскому да вот вам размеры матриц в пересчете на миллиметры и мы можем с вами увидеть что есть очень маленькие матрицы такие как 5 на 4 миллиметра или там 7 на 5 миллиметров дело в том что от физического размера нашего пикселя зависит качество изображения то есть зависит динамический диапазон об этом я в общем-то рассказывал выпуске crop versus full frame да то есть чем больше пикселей у нас на матрице тем они мельче а чем еще меньше размер матрицы тем они становятся совсем маленькими и вместо улучшения картинки улучшения там детализации мы получаем ухудшение мы получаем больше шумов которые особенно сильно вылазят при увеличении чувствительности то есть много пикселей на маленькой матрицы не только не улучшают качество изображения а еще и ухудшают это качество друзьям и вот такая вот дивная история получается в случае же с видеосъемкой у вас на full hd работает всего 2 мегапикселя а на 4к 12 что в общем то тоже не так уж и много еще вот меня волнует вопрос постоянного увеличения мегапиксельности в телефонных фотокамерах да куда туда то уже пихать там 20 мегапикселей там вообще неизвестно какого размера матрица и что там за стекло вообще стоит но нет все пихают пихают хотя надо признать что новые мобильники снимают гораздо лучше хотя мне не очень старая модель мобильника качество съемки отвратительнейшая я почти не пользуюсь еще когда света достаточно более-менее снимает когда света мало все полга полная там невозможно на это смотреть проблема еще в том что на фоне вот этого тотального помешательства на мегапиксельности в связи с работой вот этой всей маркетинговой машины сейчас очень сложно найти компакт с маленьким количеством пикселей всегда уже там больше 10 16 и так далее что не скажешь про профессиональные фотоаппараты например те же самые флагманы зеркалки очень часто идут с матрицей там 18 20 мегапикселей то есть там нет такого психопатства по поводу вот увеличения количества датчиков на сенсоре вот и естественно естественно ни один продавец ни в какой там торговой сети по электротоварам не ответит вам на вопрос какая там разрешающая способность у этой камеры или какой размер матрицы потому что он просто об этом никогда в жизни не слышал он будет вам толдычить про то что эта камера лучше потому что там большее количество мегапикселей про то что она такая новая такая обалденная и так далее да поэтому если вы серьезно заморачиваетесь по качеству картинки вашего фотоаппарата то вам придется не сладко вам придется действительно поискать и будет сложно сделать свой выбор а сегодня с вами был марк рыбак видеоблог смена подписывайтесь на мой канал по вопросам съемок обращайтесь контакты в описании до свидания